Прежде чем мы начнем объяснять, почему и как по всему миру появились пирамиды, давайте обсудим некоторые конкретные примеры. Я начну с пирамиды Солнца в Теотиоакане, Мексика. Эти люди действительно знали, как построить город. Их хорошо спланированный городской центр занимал площадь 4,5 тысячи акров и мог похвастаться несколькими пирамидами. Но пирамида Солнца впечатляет больше всего. Она была построена в сотом году нашей эры и является одним из самых больших сооружений такого рода во всем западном полушарии. Она настолько велика, что ее высота над землей составляет 66 метров. Если вы когда-нибудь окажетесь в этом древнем городе, вы не сможете пропустить пирамиду Солнца. Она находится прямо на восточной стороне Аллеи Мертвых, главной улицы города, проходящей с севера на юг. Для строительства этой невероятной пирамиды было использовано около 800 тысяч метров материала, включая особый вид красной вулканической породы под названием Тезонтли. Впечатляет, да? Мы не слишком много знаем о людях, построивших пирамиду Солнца, и о ее назначении, но археологи считают, что когда-то на ее вершине находился храм. Когда в 1970-х исследователи спустились под пирамиду, они обнаружили множество интересных туннелей и камер. В 2011 году они даже нашли тайник с глиняными горшками, кусками обсидиана, костями животных, человеческими фигурками и маской. Кто знает, какие еще секреты скрывает пирамида. Если вы решите посмотреть на эту пирамиду, то вам нужно будет подняться на нее по 248 неровным ступеням с западной стороны. Будьте осторожны. В Судане тоже есть пирамиды. Нубийские пирамиды. Не такие большие, как в Египте, но их все равно около 200. В этих древних пирамидах на протяжении почти тысячи лет находились гробницы фараонов Мираитского царства, которые правили Египтом от Нубии до Средиземного моря. Пирамиды в Мирое были построены из гранита и красноватого песчаника. А знаете ли вы, что в Судане сохранилось больше древних пирамид, чем в Египте? Кушитские пирамиды отражают местную архитектуру и погребальные традиции царств Напата и Мирое в Нубии, на которые оказала влияние древнеегипетская культура. В Мирое место захоронения более 40 цариц и царей является самым обширным нубийским городищем пирамид. На стенах гробниц изображены мумифицированные правители, украшенные драгоценностями, а в их деревянных шкатулках лежат луки, колчаны со стрелами и другие артефакты, указывающие на связь и торговлю мираитских племен с египетской и греческой цивилизациями. Так что если вы ищете древние гробницы, чтобы исследовать их, вы можете избежать толп людей в Египте и отправиться в Судан. Давайте отправимся в Рак, чтобы увидеть еще несколько пирамид. Зиккураты имеют причудливые отступающие слои и многоярусные храмы. Вместо гладкой внешней поверхности у них есть ярусы, как у торта, идеально подходящие для всех важных работ и ритуалов, которые проходили внутри. Эти возвышающиеся сооружения можно найти по всему Ираку и Ирану, и они являются настоящим свидетельством силы и мастерства людей, которые их построили. Один из самых больших и впечатляющих зиккуратов – зиккурат в Уре. По сути, это гигантская прямоугольная пирамида высотой от 20 до 30 метров с тремя уровнями террас и храмом на вершине. Представляете, сколько обожженных кирпичей потребовалось, чтобы построить эту штуку? Только на нижнюю часть ушло 720 тысяч. Этот зиккурат был построен для шумерского царя Урнаму. Как и другие, эта пирамида просуществовала тысячи лет, поэтому она немного обветшала. К счастью, вавилонский царь Навуходоносор II и некоторые археологи пришли на помощь в VI и XX веках соответственно. И теперь вы можете найти зиккурат рядом с авиабазой Талил. Зиккурат в Уре был построен в 2100 году до н.э. царем Урнаму для божества луны Наны. Это было самое высокое здание в городе, и его можно было увидеть за много километров. Зиккурат был подобен шпилю средневекового собора того времени. Люди приходили сюда, чтобы принести излишки сельскохозяйственной продукции и получить свои продовольственные пайки, а также за духовным утешением. К сожалению, храм Наны на вершине зиккурата не сохранился, но у нас есть несколько синих глузурованных кирпичей, которые, возможно, были частью его декора. Зато нижняя часть зиккурата выглядит просто потрясающе. Архитекторы даже предусмотрели отверстие в обожженной внешней поверхности храма, чтобы из его сердцевины мог испаряться водяной пар. Теперь, когда мы исследовали некоторые пирамиды, давайте взглянем на них под другим углом. Их можно найти во многих частях света. В Египте насчитывается более ста пирамид, в Судане вдвое больше. А десятки других разбросаны по Ближнему Востоку и Китаю. Больше всего пирамид находятся в Северной и Южной Америке. Там их больше, чем во всем остальном мире вместе взятом. Эти пирамиды расположены в Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. Пора узнать больше об эволюции пирамид на протяжении всей истории. Самая древняя пирамида находится в Египте. Это была ступенчатая пирамида, которая создавалась путем укладки одного слоя камня на другой. Фараон Снофру считается автором формы пирамиды, которую мы знаем сегодня. За 45 лет своего правления он построил три пирамиды. Первые две попытки оказались неудачными, но в конце концов ему удалось построить Красную пирамиду, которая считается первой настоящей пирамидой. Сын Снофру, Хуфу, построил великую пирамиду в Гизе, которая почти 4 тысячи лет была самым высоким сооружением на Земле, созданным человеком. Латиноамериканские пирамиды похожи на ранние египетские ступенчатые пирамиды, но они строились независимо друг от друга. Пирамиды в Судане были построены около 700 года до нашей эры. Они высокие, но гораздо более узкие, чем египетские. Как же все эти цивилизации смогли построить такие сооружения, не имея возможности даже отправлять друг другу сообщения? В конце концов, ацтеки, майя и древние египтяне были настолько разными, насколько это только возможно. Но, несмотря на их культурные различия, все они сходились в одном. Пирамиды действительно классные. Ступенчатые пирамиды встречаются по всему миру, потому что это был наиболее реальный способ построить большие и высокие сооружения, не имея доступа к более легким строительным материалам, таким как дерево и металл. Треугольная форма с основанием в 2,5 квадратных километра – лучший способ построить прочную конструкцию, а кубическая структура потребовала бы больше материала при меньшей высоте. Если говорить о дизайне пирамид, то египетские были похожи на гигантские треугольники с основанием в 2,5 квадратных километра, гладкими сторонами и острой вершиной. С другой стороны, ацтеки и майя использовали форму многоярусного торта со ступенями, ведущими к плоской платформе на вершине. Таким образом, хотя все эти пирамиды имеют одинаковую базовую форму, каждая из них обладает своей изюминкой. Разные группы строили свои пирамиды, используя разные материалы, техники и углы наклона. Поэтому, несмотря на то, что иногда они вдохновлялись работами друг друга, каждый просто делал свое дело. Египетские пирамиды имели гладкие наклонные стороны, которые должны были помочь душе фараона вознестись на небо. Пирамида Солнца была построена на серии пещер, которые служили проходом для божеств. Майя построили храм Кукулькана в Чечен-Ице в честь божества Кукулькана, обычно изображаемого в виде змеи. Названный Эль-Кастильо, он состоит из 91 ступени с каждой стороны и платформы. Всего их 365 по одной на каждый день календаря майя. Вы знаете, как были построены пирамиды? Начнем с того, что их сделали люди, а не пришельцы из космоса, приземлившиеся на Землю. Видите ли, все пирамиды объединяют то, что они строились без использования сложных инструментов или даже колеса. Для их возведения требовалось участие множества людей, включая квалифицированных рабочих и архитекторов. Например, считается, что Великую пирамиду Гизы строили 20 тысяч человек, и большинство из них были квалифицированными рабочими. Строительство пирамид было масштабной задачей, требовавшей многолетнего планирования и усилий. Строительство Великой пирамиды в Чолуле, Мексико, заняло 600 лет.